Приветствую вас, Амина. Смотрите, есть некоторые моменты, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент это то, что вам хочется любви. И то, что у вас неустойчивая самооценка. Женщина. То есть, вы не ощущаете себя женщиной, сами себя. Вы хотите чувствовать себя женщиной и можете себя чувствовать женщиной только если мужчина, не просто мужчина, а который вам нравится, дарит вам свое внимание. Я думаю, что здесь нужно разобраться. Во-первых, что вы вкладываете в свою симпатию к мужчинам? Какая она, симпатия? Какой она направленность, эта самая симпатия к мужчинам? Что она из себя представляет? Прямо со судья, потому что, пишите вы, симпатия к мужчинам для вас, это что-то вроде того, что вы хотите быть с этим мужчиной. Если мне мужчина нравится, как вы говорите, то я хочу с ним быть. Я хочу от него что-то получать. То есть, ключевой момент здесь в том, чтобы получать что-то от человека, а не в том, чтобы для него что-то делать. Нет, я конечно уверен, что делать вам для человека тоже что-то хочется. Но, извините, на первом месте, мне показалось, стоит потребность что-то получать. Получать любовь, как вы пишите, получать внимание, чувствовать себя женщиной и прочее. Но, при этом, именно с теми мужчинами, которые вам нравятся. То есть, с тем мужчинам, которые вам нравятся, вы придаете какое-то особое значение. Быть для которых женщиной для вас по-особому важно. Ведь быть женщиной для других мужчин для вас не имеет особого значения. А значит, симпатия выделяет мужчину, делает его более для вас ценным. Но делает цены не с точки зрения самого мужчины, а с точки зрения значимости для вас. То есть, этот мужчина может мне дать что-то, чего я хочу. Если этот мужчина будет ко мне проявлять внимание, я буду чувствовать себя женщиной, полноценной женщиной. А значит, есть какие-то качества мужчины, которые по вашим чувствам, по тому, что вы ощущаете, дадут вам возможность быть женщиной. Вот эти самые качества и нужно выделить. Собственно, определить вообще, о чем здесь идет речь. Это первое. Второе. А если вы, как вы пишете, хотите любви, то мне кажется вопрос, как это вообще происходит. Что значит вы хотите любви? Вы хотите, чтобы любили вас. Вы хотите любить. Все это означает. Вообще, желание любить связано с тем, чтобы любили вас. Желание, чтобы любили человека, у субъекта возникает в том случае, если он не принимает себя сам. Если он не чувствует, что его жизнь наполнена, если он не чувствует себя реализующимся в полной мере, и если свою ценность он ставит под сомнение или под условие. Ну, в вашем случае, очевидно, эти условия самые есть. В том, что вы говорите, что вот моя женская сумма-женка понижается. Если сумма-женка понижается, значит она неустойчива. Если она неустойчива, значит подразумевает под собой определенные условия. Условия, которые вы себе почему-то поставили. Условия, которые вы приняли. Да, то есть понятно, что желание любви, это вот определенный такой компенсаторный, если угодно, механизм. Идем дальше. То, что вам хочется внимания, связано с недостатком ощущения себя значимой. То есть вы не чувствуете себя значимой. Вам недостаточно эмоционального отклика от того, что вы делаете. Что означает, что ваши чувства слабо влияют на ваши действия. А действия подчиняются не тому, что вам хочется, например, не тому, что вы считаете важным, а тому, что нужно, надо, обязательно и прочее. В купе, конечно, задается ощущение, что вы хотите семью. А, коли так, то нужно определить значение для вашей семьи и чего вы ожидаете от нее получить. Просто задается ощущение, что вы не чувствуете себя защищенной, не чувствуете себя полноценной без мужчин. Конечно, это может быть связано с определенными традициями вашей семьи, с определенными ценностями вашей семьи. Вроде бы здесь все хорошо. И тут мы подходим к той проблеме, которую вы, собственно, вынесли в заголовок, и о которой, я уверен, вам уже мои коллеги сказали. Ну, по крайней мере, те, кто ответил. Это то, что мужчина, который вам нравится, видит в вас только лично друга. Смотрите, какая получается штука. Помимо природы симпатии, которая поражает сверх мотивацию делать для этих мужчин все и вся. Данный аспект выделяет вашу неопределенность в модели женского поведения. То есть, а какая я, вообще-то говоря, женщина? Что я, вообще-то говоря, представляю из себя, как женщина? Как я, вообще-то, себя позиционирую, как и женщина? Поэтому нужно обратить ваше внимание. Потому что вы не ведете себя, как женщина. Я не беру в расчет внешнюю сторону, о которой вы говорите, а с мужчинами, которые вам нравятся. Все дело в том, что вы хотите быть с этими мужчинами, вы пытаетесь привязать их к себе, вот своей поведенческой моделью. Но это не женская модель поведения. Это, скорее, модель поведения, действительно дружеская, больше. А как женщина, вы себя с мужчинами не ведете. И вот с чем это связано? Ну, во-первых, это связано с природой ваших отношений, с фундаментом ваших отношений. Почему-то вы выбираете тех мужчин, которые обязательно хотят плакать вам в жилетку. Что означает, что вы, ну, ставите себя даже не на равных мужчинам, а выше. Не совсем понятно, подходит ли это ваша модель поведения под женский образ. Следующий момент, это не совсем понятно позиционирование ролей человека. То есть, видите ли вы изначально только мужчину, или начинаете все же с общесоциальной какой-то составляющей взаимодействия. Но, так или иначе, в какой-то момент вы начинаете жертвовать для мужчины. Вы начинаете ради него приносить себя в жертву, выступать бесплатным психотерапевтом. И все, по большому счету. И, в общем-то, не проявляете в контексте взаимодействия с мужчиной любви к себе, заботы о себе и прочее. Почему? Потому что, например, те ухаживания, которые вы реализовываете по отношению к себе, и вот то, что вы говорите, да, что одеваетесь элегантно, элегантно ухаживаетесь за собой и прочее, это делается для мужчин, не для себя. И это, конечно, конечно, ну вот, люди это чувствуют, люди это видят, к сожалению. Поэтому, тут вот такой не совсем приятный, конечно, момент происходит. Здесь достаточно много всего нужно рассмотреть и разобрать, чтобы было понятно. Вот, вам мужчина определенный понравился. Что из себя представляет эта самая симпатия? Какой она направленность и из чего состоит? К чему стремиться? Вот вы начинаете с мужчиной общаться. Какие у вас ожидания? Как вы его видите? Как вы его воспринимаете? Как это отражается в вашем эмоциональном аспекте? Вот, человек начинает вам, например, рассказывать о каких-то своих проблемах. Как вы на это реагируете? Каким образом оказывается, что вы начинаете ему плакаться? То есть, вы позволяете ему плакаться вам в железку? Позволяете ли вы себе быть с мужчиной слабым в соответствии со своей же женской ролью? Женской моделью поведения? Вот, в принципе, такая история. То есть, понимаете, глобально стоит тот ваш внутренний личностный конфликт, который вы пытаетесь решить за счет мужчин, которые вам нравятся. Локально есть проблема с женской моделью поведения. На микроуровне, условно говоря, на микроуровне, есть вопрос фундамента взаимоотношений между вами и мужчинами. То есть, какой, какой, какому аспекту личности вы отдаете предпочтение при взаимодействии с партнером. Ну и, где связь то, что вам не хотят потерять как товарища с женской самооценкой? Так, значит, что они меня добирают в деле. Ну, вот то, что они вам делают, да, это вот правильно мой коллега сказал. Личный границ. Умение быть слабым. Вот. Вот, в принципе, именно то, что я могу вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи! Надеюсь, что ситуация разрешит.